Приветствую вас. Тут Джулиани заявил, что Сорос оказывается назначал по слов США в Украине. Наврал? Конечно, наврал. Вообще, в последнее время Джулиани очень много врет. Нет ничего необычного. Он, конечно, очень расстроен, что его патрона импичмент, это понятно. И как бы его цель максимально негатива, негатива. Давайте я чуть-чуть вам расскажу про Сороса, чуть-чуть. И вообще его влияние на Украину и все остальное. Давайте. Ну, во-первых, еще раз напоминаю, Сорос совершенно небогатый человек. Все книжки, которые он писал, все рассказывал, как он там фунт Стерлинг обвалил. Это ложь, 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 ложь. Поймите, человек, который действительно обваливал, про это не написал. Ну, потому что он был при власти. Вы поняли? Вообще-то это преступление. А Сорос просто, ну, поймите, всегда есть люди, которые приписывают себе невероятные события, опиарятся, ну, тоже логично. Я бы на его месте тоже опиарился. Да, у него были, были. Сейчас он, Дима, сильно не занимается, все они фунты. Чем они занимались? Нет. Фунты не обваливал и так дальше. Да, время от времени он участвовал в различных, там, скажем так, финансовых схемах. Ну, любой бизнес, поймите, любой бизнес, связанный с ценной бумагой, с инвестицией, он всегда рискован. Всегда. И по этой причине можно где-то выиграть, где-то проиграть и так дальше. По этой причине в каком-то этапе Сорос смедиковал, сельсообразил, нафиг рисковать. И он начал оказывать такую услугу, которую я много раз говорю. Называется выбеливание денег. Объясняю. Вы, уважаемый человек, который случайно заработал большую сумму денег. Вам надо как-то легализовать. Ну, сказать, что это вам бабушка оставила, не сработает. Вот для этого и нужны такие, как Сорос. И его нужны фунты. Да. В основном, его бизнес строился на том, что он помогал очень уважаемым людям объяснять, где они взяли свои миллиарды. За это мы платим. Все. Все. А для того, чтобы его клиенты были, он сочинял про себя сказки. Какой он гениальный, великолепный и так дальше. Книгу, которую писал, это не он писал, как вы догадываетесь. Вот кто такой Сорос. Что, удивились? Ага. Он это. Не, я не спорю. Он, конечно, умеет пиариться, встречаться, организовывать встречи. Да, надувать щеки умеет. Нет, ну, поймите, в этом бизнесе главное себя показать. Показать, что ты можешь, что ты сильный, ты могучий. Потому что у тебя больше клиентов. Вот такая система. Довольно примитивная. Но подробнее работать. Что касается его фондов. Да, они так иначе. Я его не обвиняю. Обычный бизнес по выбеливанию. Тем более, не только он этим занимается. Ну, да, действительно, на каком-то этапе он начал оказывать услуги различным государственным организациям для финансирования различных, ну, скажем так, нужных людей. Мы уже догадались какие-то организации. Но здесь государственные организации, которым надо повлиять на другие страны. Напрямую финансировать они не имеют права, ну, некрасиво. Вот для этого и нужны такие, как СОРОС. И нужны их фонды. Поняли? Догадались? Уже поняли? Ну, понятное дело, что фонды здесь выступают как посредник. Они обеспечивают действительно... Ну, смотрите. Я ничего не имею против фонда ведрожния, который как бы приписывает до СОРОСа. До СОРОСа. Да, действительно, он выделяет деньги. Причем небольшие, ребята. Очень небольшие. Вот эти все разговоры. Суммы большие, но когда вы внимательно посмотрите, как их распиляет. Ну, то есть, значит, тебе дали, но эту сумму денег тоже потратить на консультацию. Вот этому. Не тебе, а вот этому. Эту сумму денег на семинар. Эту сумму денег на конференции. То есть, грубо говоря, тебе дали тысячу долларов. С этих тысяч долларов дай больше, что тебе сто долларов осталось. А все остальное тебе приходится... Вот так это работает. Ну, опять же таки. Ну, да, есть люди, которые возле этого кормятся. Есть люди, которые кормились, выгнали. Есть люди, которые новые кормятся. Это нормально. Причем, поймите, да не один же фонд. Фитрот же. Таких фондов сколько угодно есть. Хорошо. А чем, скажем так, это отличается от их структур, которые были при Януковиче? У него тоже были такие организации. Да. Которые финансировали так. Тоже самое. Ну, время от времени, вы знаете, политики у нас любят делать благотворительные фонды. Вот они это делают. Да, они фактически дают денег для решения нужных вопросов. И по этой причине, да, действительно, в какой-то степени фонд Бетроджиня Сороса финансировал, да, всем нужным. Хотя еще большая часть денег уходила обратно. Большая часть денег получали американцы. Какие-то странные госчиновники. Они очень любят лекции почитать. Приезжают, читают лекцию. А потом просто, что им за лекцию, там, тысяч 10-20 тысяч долларов заплатили в фонаре. Так, такое действие. Ой, народ ругается. Ну, по этой причине разговора, что вот фонд Сороса может финансировать Майдан, бред, чушь, глупость, бред. Ну, серьезно, ребята, ну, там денег очень, ну, то есть с этими деньгами Майдан не профинансируешь. Финансируешь совершенно другие, ребята. То, что он пытается повлиять, то есть эти фонды пытаются повлиять на общественное мнение, да, не работает, тоже да. Не работает, надо, 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 больше влияют другие, ребята. Но, другое дело, что, понимаете, как, начальство списывает. Да, вот мы потратили, повлияли, класс, смотрят, да, ребята, да, не повлияли. Ну, ничего, денег списать. По этой причине, по большому счету, вот это все фонды Сороса, влияние на Украину, мизер. Серьезно, мизер самый настоящий, абсолютно. Что касается послов, ребята. Ну, догадывайте, что назначение посла США в Украине, это довольно такая бюрократическая процедура. Там же не просто так, человека с улицы. Там есть масса требований к отбору кандидата. Он проходит кучу согласований через комитеты Конгресса, через, соответственно, госдепартамент, через администрацию президента США, через Минюз, через ЦРУ. А как, вы что, только узнали, что так или иначе спецслужбами сотрудничают послы? Да это же не тайно. И в России, ну, везде такая система есть, что так или иначе, ну, посол так или иначе вынужден сотрудничать спецслужбами. Такая у него работа, черт, ничего возьмите. И вот после всех согласований, действительно, президент, грубо говоря, говорит, вот ты будешь послом. Какой там, черт, уссор. Ребята, ну, какой он, черт, ну, как он может повлиять? Да даже Трамп, по большому счету, тоже влияет, только частично. Потому что, еще раз говорю, там же в Конгрессе и так далее, что, ну, он, он может высказать свое, он может предложить несколько кандидатур, но они могут не пройти. Такой тоже может быть. Когда Русландастанут поздно, нет, нет, вот это не проходит вот это. Вот такая ситуация. Или спецслужбы поздно станут, или еще кто-то. Так что Джулиани, мастер, ну, я понимаю, знаете, вот его восприятие, такая обида, обида, чувствуется, обида. Господи, ну, как дети, мамы. Послушать можно, послушать, но, ребята, ну, бог свидетель. Это все просто фантазия. Что касается и Сороса, и Джулиани, и то, как они влияют на Украину, еще раз повторяю, в Украину влияет украинский элегант. Вот они действительно финансируют и общественное мнение, телеканалы, ребята, и газеты, и все остальное. Они общественно финансируют. Добробаты. Да, 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 да. Они финансируют. Но не Джулиани, и не Сорос финансирует Добробаты. Они финансируют. И когда формируется Кабмин, какой черт у Сорос? Неужели вы думаете, Зеленский там, плевать, он хотел, что там Сорос что-то думает? Он подбрал людей с точки зрения удобных себе. А где эти люди работали, сотрудничали? Вообще, если взять по-большому, там можно такое интересное найти. Ну, что с того, что человек работал в структурах близких Януковичу? Что с того, что человек работал в структурах близких Порошенко? Что с того, что он действительно, когда-то был момент, сидел на грантах Сороса? Ну, и что с того? Я еще говорю, что там гранты копеешь. Ну, человеку, надо было как-то заработать. Поняли? Молодцы, что-то.